22 пострадавших на производстве тюменца получат машины в 2017 году. Отделение фонда социального страхования планирует потратить на приобретение авто более 9 миллионов рублей. А между тем, еще пару лет назад инвалидам было сложно не только обучиться, но и переоборудовать машины с механической коробкой. Сейчас же это стало возможным. Продолжит Алексей Козлов. 76-летний Валерий Алюнин потерял ногу еще полвека назад. Уже получил от государства автомобиль АК, после был ВАЗ. Но, говорит тюменец, машины для него были крайне неудобны. Едешь в гору, например, там надо хоть зубами, у меня рук не хватает же. И газ давить, сцепление давить, а нога-то одна. Коробка автомата, вот у меня сейчас матиска, сам я купил ее, та пока стоит. Ее и цены нет. Коробка автомата, одна нога, газ ручной. Я везде путешествую. На Курске я на Черном море ездил. Вот на Матизе я ездил на Черном море. Согласно соцпрограмме, автомобили Валерий Алюнин бесплатно получает раз в 7 лет. Вот и в этом году в путешествие отправится на новой машине. Скорее всего, это будет Лада Гранта. Коробка автомат. Для того, чтобы приобрести автомобиль, иметь на него право, необходимо, чтобы программа реабилитации пострадавшего содержала рекомендации к обеспечению специальным автотранспортом. И отсутствие медицинских противопоказаний к вождению автомобиля. В процессе приобретения автомобиля мы учитываем индивидуальные особенности каждого нашего застрахованного, имеющего право на такой автомобиль. Речь идет о специальных рычагах управления машиной. В обществе инвалидов говорят, еще пару лет назад была проблема с обучением. А специальный техрегламент позволял ездить только на машинах с автоматической коробкой передач. Но теперь можно и на механике. Техрегламент, который был в России принят, техрегламент о безопасности колесных транспортных средств, он вступил в силу 1 января 2015 года. Поэтому техрегламенту запрещалось переоборудовать машины с механической трансмиссией на ручное управление. Данный техрегламент просуществовал полтора года. В июле 2016 года его отменили. Стало проще и с обучением. Договор заключен с автошколой ВОА, а занятия проходят в здании общества инвалидов. И месяц назад в этом классе выучились 22 человека. И половина уже успешно сдали экзамены. Алексей Козлов и Андрей Захаров. Тюменское время.